Дробовики в Red Dead Online слишком эксклюзивная и интересная вещь. С одной стороны они вроде дымажат, а с другой стороны вот это корейские рандомы. Всем привет, с вами Готик и с вами Сократ. И сегодня мы с вами поговорим о дробовиках в Red Dead Online. На самом деле начать ролик и закончить его хотелось бы просто одним словом. Берите что хотите, разницы никакой. Но давайте более подробно. Мы рассмотрели все возможные дробовики на абсолютно разных дистанциях, с абсолютно разными патронами. Но это правда у них слишком большой рандом. То есть, что это значит? Стоит 5 человек, выборочно из каждого дробовика. Мы стреляли на 12 шагах, чтобы посмотреть что из них ваншотит. И это было настолько разные цифры, отличающиеся друг от друга, что в конечном итоге я запутался. Какой же показатель дробовика является одним из лучших? То есть, это было очень странно. По идее, дробовики отличаются меткостью, отличаются уроном, скоростью перезарядки, количеством патронов и так далее. Но как вы видите сейчас в видео, какой бы я дробовик не брал и сколько бы людей я на нем не испытывал, конкретно полноценной разницы между ними я не увидел вообще никакой. Патроны использовались разные. Люди использовались разные. Дистанции использовались разные. Я потратил, наверное, не знаю, часа три на создание материала для этого ролика. И в конечном итоге для меня это было большим-большим открытием, скажем так. Единственное, что полуавтоматический дробовик стреляет очень быстро. Действительно шустрая стрельба. Но так, чтобы выделять его среди всех остальных, ну я бы не сказал. Да, вы стреляете быстрее, но вы также убиваете с таким же количеством урона. С таким же количеством, как и магазины, допустим. То есть, получается, что этот дробовик полуавтоматический имба, ведь он стреляет и быстро, и столько же урона наносит. Ну, я бы не сказал, кому-то из нас, ну, кому-то из вас, гораздо проще попадать в цель, когда у нее слишком долгая перезарядка. То бишь, когда вам надо сделать паузу между выстрелами, чтобы нацелиться. А этот прям долбит, долбит и долбит. Плюс, соответственно, у него увеличивается радиус разлета дробинок. Если вы будете использовать пули, особенно существенно, эта разница вы не увидите. Все равно меткость, вот этот круг вокруг в центре, он увеличится. Ну, и когда я уже совсем отчаялся и не знал даже в целом, что и как в конечном итоге сравнивать, потому что рандом пуля очень огромный, чаще всего, когда вы ваншотите с первого раза, это означает, что пуля, дробина вылетела по верхней дуге и просто попала в башку. Поэтому, скорее всего, урон, который вы наносите с дробовика на ближней дистанции, соответственно, бывает, когда идет летал, когда он не проходит, это связано с количеством дробинок, попавших в цель. Соответственно, тут я пришел к следующему выводу. Я позвал своего друга Витю, которым мы снимаем ролики. Он в танкобилде, соответственно, с дробовиком частенько ходит. И он сказал, что ему нравятся магазины, потому что в нем на один патрон больше. Мне лично нравятся помповые, потому что изначально меткость, то есть изначальный круг, в котором находится зона полета пули, существенно ниже, чем у остальных дробовиков. И тем самым я пришел к выводу, что для меня этот дробовик гораздо поприятнее использовать с разрывными патронами, допустим, теми же самыми, да, или огненными. Таким образом, мы переходим к конечной фазе этого видео, где я бы мог вам сказать, да, ребята, покупайте этот дробовик, или да, ребята, покупайте тот дробовик. На самом деле дробовик для меня лично не являлся и не является никогда основным оружием. К сожалению, на игре, где слишком большие дистанции и чаще всего доминируют снайперские винтовки, а в ближних дистанциях к дробовику крайне редко находятся применения, за исключением использования взрывных и огненных патронов, когда действительно крафт их стоит вообще ничего, не стоит самогона, патронка и все, как бы. Но урон он действительно наносит существенный, видели, много фрагмовиков в моем исполнении, где я с этим дробовиком раздаю. Это единственное время, когда я его использую. В ПВЕ какой смысл, там боты дохнут с любого прикосновения по ним. В ПВП, ну, лук, пистолет для танка билда, совершенно другие оружия лучше использовать. Магазин это вот чисто аутентичности и атмосфера. Поэтому помповый я считаю самым универсальным дробовиком. Магазинный это чисто по наставлению Вити, потому что он считает, что один патрон иногда этот решает. Я считаю, что этот патрон не решает. Но тем не менее, универсальным является помповый. Магазинный по желанию. Полуавтоматический, да, он выпустит очень много патронов, а попадете ли вы с ним в цель. Если вы прям имбовый стрелок или используете раскрасив черное и ставите метки не на голову, а на тело, то да, этот дробовик полуавтоматический для вас, потому что скорость стрельбы увеличена. Но если вы ставите метки на голову, какая разница, какая у него скорость стрельбы у следующей пули, если с первой уже убиваете, да, вы поставите, может, и вторую метку, первая на плечо, вторую на голову. Но все равно эта скорость несущественна. Проведя кучу-кучу тестов, тратить деньги на дробовик, когда их не так много, или хотите посмотреть все дробовики, которые существуют в этой игре, разницу вы не поймете. Это не лима и не шофел, это не маузер и, не знаю, самовзводный револьвер, это не каркана и не болтовка с откидным затвором, это те, у которых существенную разницу вы даже не почувствуете. То ли они не сбалансированы и поломаны, как, допустим, скоростные патроны в этой игре, то ли, не знаю почему, разработчики не так много внимания уделили такому функционалу, как дробовик. По идее, если бы они все ваншотили на дистанции до 12 шагов, ну или хотя бы до 15, тогда бы им был целесообразность использовать. Но, блин, у них очень большой рандом и разброс. С вами была Готик, а с вами был Сократ. Подписываемся на канал, заходим в Дискорд, ставим лайки этому видео и спасибо большое моему новому микрофону. Да-да-да. Спонсор, кстати, нового нашего видео, это мой новый микрофон от компании Hyper. Спасибо большое. Спасибо.